Всяка душа оживится и чистотою возвышается, светляется тройческим единством священного тайны, священного тайны. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую в программе «Мир православия». Мы продолжаем нашу беседу о новомученике Церкви Белорусской, священнике Василии Измайлове. В прошлой программе мы говорили о том, что он стал преподавателем Минской духовной семинарии, где преподавал богословие и принимает священный сан. В 1918 году Минская духовная семинария была закрыта. Известно, что в 1920 году отец Василий служит на одном из приходов Минского района, где он особенно активно борется с обновленчеством. Обновленчество – это то же самое, можно сказать, что православие, но это было придумано безбожной властью для того, чтобы разорить церковь изнутри, чтобы ее дискредитировать в глазах людей. И поэтому обновленцы не соблюдали никаких особенно постов, не придерживались устава церковного богослужения. У них был женатый епископат и многое другое они нарушали для того, чтобы именно этими действиями разрушить все то, что было дорого, что создалось в течение практически двух тысячелетий, как основа, как фундамент веры православной. И поэтому борьба против них была необходима, потому что они поддерживались безбожной властью, они свободно могли занимать любые приходы, любые церкви. Но храмы, которые они занимали, зачастую были пусты, потому что люди, видя их служение, конечно же, они не принимали всего того, что проповедовалось и говорилось так называемыми священнослужителями. Хотя, конечно, назвать их священнослужителями в строгом смысле слова совершенно невозможно. У них не было ни правильного рукоположения, ни тем более настоящей христианской жизни. Вот отец Василий активно боролся против них, что, конечно же, было замечено органами, следившими за особенно ревностными священнослужителями. В 1927 году отец Василий переводится на служение в город Борисов, в Воскресенский собор, где становится настоятелем. И здесь его проповедь, его служение тоже было направлено против обновленцев, за что они написали донос в органы НКВД на ревностного священнослужителя. Надо сказать, что приблизительно за несколько месяцев до ареста отца Василия НКВД уже по этому доносу начала слежку за отцом Василием в храм. На те места, где служил отец Василий, при каких-то беседах, проповедях подсылались шпионы, которые пытались найти компромат в словах отца Василия. И вот на основании их донесений был составлен обвинительный акт против отца Василия. В частности, эти доносчики говорили о том, что вот на проповеди, на все наши, на следующий день, отец Василий говорил против того, что вот большевики скоро захватят наш собор, привезя сюда своих красных попов, называя так обновленцев. Ну, это было не беспочвенное какое-то высказывание отца Василия, но на самом деле церковь всякий раз могла подвергаться именно такому нападению. И это много раз практиковалось большевистской властью. Отец Василий предостерегал, как писали эти шпионы, мужчин не вступать, особенно в вооруженную борьбу против всяких насильственных мер. Он, как писали эти шпионы, во время освящения кладбища 2 мая говорил, что холодная погода из-за того, что люди отрекаются от Бога, и Господь испытывает их даже через какие-то природные явления. В частной беседе еще один шпион говорил, что с какой-то старушкой, нищенкой, фамилию, которую он не смог узнать, ну, было ли это правда или это неправда, неизвестно, ну, по крайней мере, такой донос сохранился. В частной беседе он говорил, что дождь идет все время как признак того, что в скором времени будет большая война, так что будет литься кровь, как теперь льется дождь. Ну, можно, конечно же, по-разному смотреть на это высказывание. Может быть, конечно, это был перегиб со стороны шпиона, который пытался выслужиться перед властями, заработать о себе какое-то мнение. А может быть, действительно, это было некоторое пророчество отца Василия, потому что в скором времени действительно началась Вторая мировая война, Великая Отечественная война, где кровь лилась действительно как дождь. Погибли миллионы людей. И вот принимая во внимание все эти высказания свидетелей, а также вот этот весь ангентурный материал, который был собран на отца Василия Измайлова, его большевистская власть, НКВД, обвинила, конечно же, в антисоветской пропаганде, в контрреволюционной деятельности. И признали его опасным, потому что его проповеди, его высказывания возбуждают народные массы для противостояния всем действиям советской власти. На основании всего этого отец Василий был арестован и заключен в тюрьму. В 1927 году состоялся суд над отцом Василием, и он отверг все эти обвинения, считая их необоснованными, не признал себя виновным ни в одном из этих обвинений. И ему была назначена такая мера наказания, как ссылка в лагерь на Соловки. Это был особый контрреволюционный лагерь советской власти. Он назывался еще Соловецкий лагерь особого назначения, сокращенно Слон, где погибли в то время многие ревностные священнослужители, и не только священнослужители, но и те, кто твердо стоял за веру и свои убеждения. Очень много было людей там расстреляно. Официальная версия смерти отца Василия, которая произошла в 1930 году, то есть в год, когда его должны были освободить уже по окончании срока отбывания ссылки, это была смерть по болезни. Но, скорее всего, конечно же, он был расстрелян. И это подтверждается тем фактом, что вот один из заключенных этого лагеря, Иван Солоневич, вспоминал, что его брат Борис, будучи в то время работая в медчасти, он получал от власти заказы писать на карточках заключенных, которые были расстреляны, летальные исходы. То есть он просто выдумывал различные болезни, по которым умирал тот или иной заключенный, якобы умирал. А на самом деле они были в массовом порядке расстреляны. Надо сказать, что в 30-е годы как раз советской властью практиковалась такая мера, как расстрел в тихомолку, а затем написание причины на карточке о том, что якобы умер от той или иной болезни. Будь это заразная болезнь ТИФ, или какая-то сердечная недостаточность, или там рак, или другое. То есть писались различные диагнозы, скрывая тем самым массовые расстрелы ни в чем не повинных людей. И есть вся вероятность предполагать о том, что отец Василий умер именно от расстрела. Но как бы то ни было, скончавшись в сынке, он остался верным пастырем своего Господа. И, конечно же, до конца пронес вот этот дар, дар священнического служения, и прославил им себя в лике новомучеников Церкви Русской. И в 1999 году его наравне с другими новомучениками в Минской епархии прославили в лике святых. Пусть его молитва помогает нам быть верными Господу при любых испытаниях. Мы поговорим еще об одном новомученике Церкви Белорусской, отце Владимире Зубковиче. Этот будущий пастырь родился в семье священнослужителя отца Гавриила Зубковича в 1863 году в селе Смолевичи Борисовского уезда Минской губернии. Образование получил в Минском духовном училище, а затем в Минской духовной семинарии, которую окончил по первому разряду. То есть очень отлично. В 1887 году он назначается псаломщиком к Старической церкви, а в 1888 году был уже положен в одиакона, а затем и в священника к Смолевичской церкви в честь святителя Николая. Начинается служение молодого пастыря в этой церкви, но его постигает очень страшное испытание. Умирает его молодая супруга. У них не было детей. И вот оказавшись совершенно один, отец Владимир не стал унывать. Он больше внимания обратил на свою пастырскую деятельность, всего себя отдавая на служение своим прихожанам. В 1888 году его ждало еще одно разочарование. Он подал документы для того, чтобы прослушать курс Санкт-Петербургской духовной академии. Вольно слушателям. То есть когда ему будет позволять время от пастырских его обязанностей приезжать, слушать лекции, сдавать экзамены, зачеты. Но в то время вышло распоряжение митрополита Санкт-Петербургска о том, чтобы для вольно слушателей закрыть возможность поступления в Санкт-Петербургскую духовную академию, в чем ему было и отказано. Но опять же отец Владимир не стал унывать. 11 марта 1893 года он был включен в состав благоченнического совета 1-го округа Борисовского уезда. А 30 августа 1896 года он стал наблюдателем церковно-приходских школ Борисовского уезда. В 1900 году отец Владимир стал преподавать закон Божий в Минском женском училище и служить в церкви при этом училище. А 11 мая 1901 года он уже был назначен настоятелем храма в Смолевичах. В 1907 году начинается его служение при духовных заведениях. Он был назначен помощником инспектора в Минской духовной семинарии, где входил в состав еще попечительского Кирилла Миходьевского братства. Основной обязанностью этого братства была помощь малоимущим студентам, в чем особенно горячее участие принимал и отец Владимир. Надо сказать, что его деятельность была очень разноплановой, не только материальная помощь, забота об малоимущих, но он интересовался живой историей, и поэтому состоял даже, у него была обязанность, исполнял обязанности казначея при Минском отделе императорского православного палестинского общества, а также сотрудничал с Минским церковно-археологическим музеем. В 1915 году по состоянию здоровья отец Владимир подал прошение уйти на пенсию, но оказалось, что для выслуги у него не хватает еще несколько лет, и поэтому он снова подает прошение на то, чтобы его приняли в духовное звание, дали какую-то возможность служить. И его направляют помощником инспектора уже в Россию, в Тамбовскую духовную семинарию. Когда после революции это семинария было закрыто, отец Владимир возвращается в Минск, где снова получает назначение в Смолевическую церковь, где служит одно время тоже с будущим новомущенником и исповедником церкви белорусской, священником Дмитрием Плышевским. Это был особый период деятельности, потому что церковь была уже гонимой, и отец Владимир вынужден был предпринимать все меры для того, чтобы сохранить веру в сердцах людей, чтобы не закрылся храм от непосильных налогов. И долгое время ему удавалось это сделать. Но все равно в 30-е годы храм в Смолевичах был закрыт, и это не остановило ревностного пастыря. Он продолжал совершать крещение, продолжал совершать погребение, когда люди его просили. И, конечно же, это сыграло ту роль, что священника собрали компроматный материал за неподчинение советской власти и заключили в тюрьму. Обвинение, которое предложили отцу Владимиру, звучало особенно абсурдно. Его обвиняли в организации и в участии в повстанческой контрреволюционной организации, якобы организованной митрополитом Филаретом Раменским, что было совершенной нелепостью. И все эти обвинения мужественный священник отверг. И тогда ему предложили отречься с сана. Но и это предложение он тоже отвергает. И вот в 1937 году 74-летний священник, старец, казалось бы, как он мог уже навредить власти, советской власти, но он приговорен был к расстрелу. И расстрел был совершен в Минске. Отец Владимир похоронен, к сожалению, в безвестной могиле. Но память о нем жива. И лучшей памятью является то, что Господь прославил своего угодника в лике святых. И теперь он, предстоя у престола Божия, молится о нас, чтобы нам быть верными Господу и никогда не отпадать от Него, какие бы испытания в нашей жизни не случились. Поэтому я с вами прощаюсь, дорогие братья и сестры. Пусть Божие благословения и молитва новомучеников нашей церкви пребывает со всеми вами. Всяка душа оживится и чистотою возвышается, святается троеческим единством священно тайны, священно тайны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok